Края Мамонтовского района Самой едет Виталий Калинников Светлана и Дмитрий Там сзади И собака Акташ Маламут Светлана едет Принимать крещение Сегодня 7 июля 2018 года Откуда вы Светлана И как вы узнали о нашем видеоканале Расскажите пожалуйста Я живу в данный момент в Зарицке О православном Канале О Свете Библии Я узнала В Ютубе И видела ролики О Игнатии Тихоновича Латкине О его лагере детском Стала с интересом смотреть И поняла, что это человек Который, да, биографию его увидела Прочитала много И стала с интересом И, в общем-то, с жаждой Ежедневно смотреть многочасовые Прям один за другим ролики Потому как меня очень интересовал вопрос История церкви Основания церкви Потому как в Библии сказано, что Господь Иисус Христос Основал церковь и Он придет за ней И я очень часто задавала вопрос людям, которые Как-то соприкасались с церквью Находятся ли они в церкви И если это церковь И мне говорили, да Люди, рожденные свыше Собранные во имя Господа И те, кто рожден от Буха Святого Имеют личное отношение с Богом Это и есть церковь И я, ну, думала, да, действительно Слова правильные Значит, церковь это собрание людей Независимо находится ли оно в раме Вне храма, дома И где-то даже, может быть, успокоилось И мир имело, и общение имело с людьми Которые читали Библию Которые входили в собрание И сама стала ходить в собрание Приглашали меня Ну, в православие я Крестилась в свое время Не полным погружением А, как говорят, ограбили меня Это было в юные годы В молодые Когда, по-моему, это было 89-й год Уже после окончания учебного заведения Я начала работать И тогда мои родственники пошли креститься в храм Я пошла в бездельство в храм Была жажда, конечно, познания А что вас побуждало тогда? Мода или все это в сознательном? Нет, нет, я сознательно пошла Почему сознательно? Потому как я вот не знала Мне кажется, я с детства была К небу как-то впечатлена И всегда себе внутренне задавала вопрос Что Бог есть Мама говорила, Бог есть Но я в семье атеиста, в общем-то, выросла Поэтому внутреннее побуждение было С детства? Да Прям как вот себя помните? Вот не то, что как себя помню Но я вот как со школьной скамеи Я помню, вот если бывало родители Даже где-то поссорятся Или какие-то там дома Сорые между нами детьми Или вот вечером Я всегда даже с темноты выйду И помолюсь То есть ты с детства чувствовала уже свою многоизбранность, да? Помню, когда я училась в Кузе Я тоже перед экзаменом Ну и вижу страх Но все равно этот страх Который вот дать экзамен Чтоб тебя поняли Чтоб тебя, так сказать, не завалили в то время Я тоже помню читала молитвы Не знаю Мне, по-моему, и давала Бабушка-соседка там Вот живой помощи Я вот эту живую помощь прочитаю И иду на экзамен Ну, вот такова была моя Больше скутная в то времену мера Потом у меня была подружка Катя Школьная подруга Катя, Нинка И она всегда рассказывала У них была такая дружная семья Многодетная Бабушка с ними жили Дедушка жили Много детей Она всегда рассказывала, что бабушка И читала Библию И кое-что Какие-то выдержки Она мне по дороге в школу Со школы Расказывала И однажды Она даже поделилась со мной Говорит Ты никого не говори Меня бабушка на каникул Ветний возила Павлодар И крестила Ну, я так думала В католическом храме Потому что Я так думаю Не знаю В каком храме Но Катя был на телекрестика Она мне его показала В свое время То есть Какие-то Оттуда еще На нас детство У меня были уже Изначально Вот эти вот Моменты встречи Может быть какие-то Поиски Огромы Света Как ты Какой первый ролик На нашем видеоканале Ты увидела И что ты искала Что тебя зацепило Как ты говоришь Я первый самый ролик Я увидела Когда Игнатий Тихонович Латки На пруду К него берут Интервью И он рассказывает О том Как он Ну, это было Его автобиографическое Интервью Как он Рассказывает Жизнь свою Положил В тюрьму И после этого Посвятил себя Изучение Слово Божие И не только Слово Божие Изучал Он изучал Историю Церкви Он изучал Жития святых Сколько он Объездил По советскому Большему Советскому Союзу Помимо Этих лагерей Которые Он сидел Как он Вел Тебе И дачи Сколько Он проповедовал Бесплатно Причем Школа Курса И я Просто Вот сидя В Заринске Ну У меня такой Знаете Жар Внутри Я живу 100 километров От города Барнаула И я Впервые Уже С 95-го Года Мы переехали Из Казахстана С мужем Жить в Заринск Столько Я бываю Многократно Постоянно В Барнауле И я Только Вот сейчас В 10-ти годах Знаю О том Человеке И меня Знаете И радость И в то же Время Не знаю Два чувства И радость И обида И вот Все это Так Уже У меня Замкнулось Возьмите И вот туда Прямо Говорите Да 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 Ну Конечно Прежде всего Это была радость Она больше Вот чем отчаяннее Что-то было Все Ну как у меня Это Досадно Стало Да Досадно Досадно Вот и время Столько ошибок Столько Столько Невежества Столько Незнаний Столько Самознаний Думаешь Что-то Сам Это все Конечно Меня Тогда Просто Наверное То есть То есть Это ролик Который Он интервью Давал Видимо С Телевидения С какого-то Это было первое И второе Второй ролик Я их одновременно Можно сказать Почти увидела Это ролик Когда к нему Домой Пришла Баптистская Семья Муж Жена Ребеночек И по-моему Свекровь И потом Свекровь С ребенком Ушли А пара Осталась И вот эта вот Женщина Молодая Баптистка Она Сидела И могла Понять Как же Она может Уйти Из этого Собрания Где такие Благословенные На ее взгляд Добрые люди И что Она действительно Находится в секте Она никак Не могла Этого Понять И что Она Крещена Не по православным Канонам И вот Илья Игнатий Диканович Прямо Поступенчато Так сказать Одно за другим Все это Рассказы И вот эти вот Как раз таки Первое Это второе видео Оно на меня Так произвело Эти два первых Видео Которые я запомнила Вот они были Первыми Но потом Все дальше Больше Дальше Больше И конечно Тот вопрос Который Меня интересовал История церкви Апостольская церковь Я конечно Схватилась за голову Что я этого Из-за своего Ивежества И прежде всего Прямо Стала себя Обречать Кто мне не давал Ну Пойти в свое время К православия И убрать этот Ложный стыд И задать вопрос Хотя бы священнику Я ведь ходила К православия Или же Купить православие Книгу Или посоветоваться Это все Это все Ложный стыд Это все Наши Невежества Пришли Ушли Постояли Неудобно И так далее Никогда Я в жизни Не была На исповеди Никогда Я думала Если я сама Пред Богом Покаялась Небеса Это и есть Моя исповедь Такое было мое Мировоззрение То есть я правильно понимаю Вы потом У вас подруга Катерина Это школьная подруга Она уехала Это было только В школьные годы А потом она уехала И вышла сам В Германию И хотя бы с ней В Германии Виделись Я далека была Тогда вообще Еще От встречи Вот такой Основательной С Богом Поэтому Просто были Обычные Житейские Разговоры А в Барнауле Я познакомилась С женщиной Для меня Она большой Авторитет Она очень Дружелюбная Искрення Ну я ее очень Люблю По-настоящему Когда я их говорю Анталина Ивановна Она в моей жизни Тоже внесла Большую метку А как она На вас повлияла? Потому что Она именно Искренне Искала Бога Нашла Верила Жила По большим Замылием И Ну наверное Своими Вот Неравнодушками Своим отношением Человеку Она вообще Человек Неравнодушник По жизни Она дала мне Свой номер Телефон И сказала Если у тебя Будут вопросы По Библии Или вопросы Вот На основе Может Писания Ты не стесняйся Звони мне А если приедешь В Барнаул Я смогу Я прибегу к тебе И с ней Представляете На вокзале Встречались Общались Потом я приходила К ней в гости Потом Когда уехала Крутской Приглашала меня Куда У нас завязалась Такая многолетняя Дружба И всегда Первое Что мы делали Наши встречи Это Можно сказать И день И ночь Мы говорили В описании Именно Толкование Свои Вот эти Откровения Рассуждения На ту Невинутия Но Она же Мне и говорила Света Человек Спасается В церкви Ее понимание Что это церковь Медивизиотическая Я же Ну как бы Соглашалась Потому Я говорила Что церковь Это Собрание Людей Которые Споведуют И признают Крови Господа Нашим Иисусом Креста Что Люди Которые Рождены Духом Святым И Неважно Где Они собираются Это собрание Людей Там где Есть Твое Трое Во имя Его Это Церковь Вот так Я В принципе Как бы Соглашалась С пониманием Ну может Где-то В глубине Все равно Поиск Но Знаете Как отходило А потом Когда я Она мне говорит Люди Которые Не ходят В собрания Не ходят В церковь Они Не в церкви Нашла Вот тогда Ответ Апостольская Церковь И я Взяла В руки Карандаш И стала То что Игнатий Тихонович Записывать Записывать Он посоветовал Смотреть Православных Священников Которые Эту тему Хорошо Именно Оповещают Я стала Смотреть Олег Стиняй Олег Стиняй Да Ну да Олег Стиняй Он отлично Прям по полочкам Отдает ответ Церковь Именно И потом Его диалог С протестантами Когда он отвечает На вопросы Их И в общем-то Последовательно Почему они не признают Иконы Почему они не признают Священство Да Священство Святых Отцов Я вот это Когда все Законспектировала Я стала Можно сказать Трясти Вот этой бумагой Ну вот То, что написали Да Тем, кто Так же, как я Был в этом же положении А прежде всего Я стала Говорить Своей дочери Потому что Я молилась Всегда За нее И говорила Господи Таков мир Такая молодежь Помоги Удержи от соблазнов Мира сего Я так Зывала Богу И Господь Он прям Прямо 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 Мою дочь Именно От этих Соблазнов От того, что Вот сейчас Творится Ну в коей мере И когда я ей Сказала Дочь У тебя Хорошие друзья Ты со многими Дружишь Но это не церковь Это люди Которые Знают Бога Но они не в церкви Пойми И я вот Ей сдала видео Два переслала Которое Потом я ей Рассказала Свой конспект По телефону Потому что Она в другом городе Она мне говорит Мама Ты что? Но она Но по-своему Рассуждает Я говорю Ты должна Это Не просто Меня услышать Ты должна Это Сама Заходить И учить И понять И начала Что я Делать Молиться Я поняла Что мои слова Мог до нее Не дойти А молитва Она может Тем более Молитва Матери Я бы доверила Я начала Молитва И вижу Плоды Уже сейчас Вижу Плоды Понимания Плоды Осознания Плоды Вопросы Уже не только В семье Уже В дочери Делая Как говорится Мою молиться А у Господа Свои миленные Сынки Муж у меня Поскольку Я слушаю Ну готовлю Муж И мне в это время Идет Пробовать И там Видео Смотрю Или Ну там Когда-то еще Муж заходит Мы же как В одной квартире И А куда деваться В машине Порой едем Я смотрю И он Сопричастен И он У меня Что мне Мне нравится Он всегда Считал Что Меня Конечно Он не убеждал Он не переубеждал Потому что Он уважает Мое мнение Но он Всегда Стоял на том Что православие Что у нас Есть история Потому что Он отлично Я так думаю Знает историю И он хранил Это в себе И ни под каким Прицелом Все что я ему Там ни то говорила Он не воспринимал И кто бы Не говорил Он нет И все У нас Своя история Мы православные Хоть он у меня Как говорится В церковь Особо не может Но внутри У него Такой стержень И я конечно Глуба показала Господи Уж меня Вразумлял Как Ну Пришло время Теперь Уград За меня Поэтому Он В принципе Должен У меня Он говорит Я тебя Свожу На крещение Коль ты Поняла Что для тебя Это надо А я говорю Виктор Ну ты же у меня Так же Акропил Был Окроплен А Я когда Замуж На него Собралась Я ему Задала Вопрос Ну Уже Значит Все Дело К замужеству Я ему Задаю Вопрос А ты У меня Крещеный Муж Будущий А он Говорит Да нет У нас Никто Никто Ничего Я Говорит Я Замуж Не Пока Не Покрестишься И У нас В октябре Свадьба Он 14 Покрести 31 Свадьба Была Он Пошел Как бы Покрести Не Знаю Уж Ради Того Что Я Сказала Рисар Так Не Знаю Но У меня Было Условие Вот И Потом Дочь Наша Родилась Мы Ее Через Полгодника Крестили Ну По нашему Невеже Собственно Интуитивно Да Внутри Все Понимание Вот Так Чтобы Было Истинно По Православию Истинно По Канону Истинно По Знанию По Научению Нет Такого И Не А Что Больше Всего Нравится В Творчестве Игнатия Тихоновича А Знаете Что Мне Нравится Мне Всегда Нравилось Что Люди Есть Теории Очень Много Даю Очень Много Теории Даю Знаю Познаю Но Знать И Применять И Это Действительно Уже Пройти Вот Этот Вот Путь Чтобы Показать Что Он Действительно Работает Какой Дальше Он Действенный Это Единица Это Единица Я могу Сказать Про Галину Ванну Что У нее Есть Практика Своя Жизненная Вот Тоже По Библи По Основу По Выступам Вслед за Ним И Я могу Сказать Вот Проигнать Тихо И Вот Лады Лады Вот Это Для Меня Прежде Всего Как Подруга Твоя Дедесятница Отнеслась К тому Что Ты Решила Принять Крещение Я Вам Скажу Печально Что Она Сказала Такие Слова Я Рада Что Ты Стала Возрастать Духовно Что Ты Поднялась На Новую Степень Духовного Уровня То Есть Вот Это Вы Знаете Пой В Что Я Ну Познаю Я Изучаю Я Хочу Эту Тему Узнать Что Я Думаю Что Я Ее Узнала Что Она Мне Легла На Сердце Конечно Я Она Старше Мне Она Много Лет Она Возрастной Человек И Я Загала Себе Вопрос Как Мне Поступить Правильно Я Так Мало Еще Знаю Как Мне Теперь Ей Послушать Именно Тема Церкви Как Мне Послушать Но Я До сих пор Не взяла На себя Эту ответственность Потому Что Считаю Себя До конца Еще Не подготовленной А Заниматься Вот этим Пустословием Приехать Там Начинать Песни Непонятно Как Петь Я Не Договор И Пока Временной Затиши Вообще Нет Но Я Молюсь Я Прошу Господи Поставь На путь Един Когда Галина Ивановна Сказала Света Открой Слово Божье Ефесяна Первая Глава Шестнадцатого Поконного стиха И читай Прошу Духа Прим Худрости Откровения К познанию Тебя И Твоей Истины Ну И так Далее Широта Время Высота И я Этими Молитвами Произносила Имя Дочери Чтобы Она Дух Святой Работал С ее Сердцем К познанию Слова Божьего К познанию Господа Иисуса Христа И это Действительно Молитва Которая Она Отворит Воды Свои Действенная Да И Я Другим Людям Даже Советовала Читать Провозглашать С верой Слова И сейчас Я Прошу Духа Примудрости Откровения К познанию Истины Именно Понимания Темы Церкви Калины Ивановны Прям Молюсь За Нее Желаю Именно Вот этого Вопроса Прям Глубины Познания Широты Познания Ну Хорошо Вот Что Вы Вы Раскройте Эту Тему Вот Как будто Представьте Себе Как будто С нами Галина Ивановна И настал Этот момент Я Конспект Не взяла Саша Ну Все равно В общих Словах Как бы Самая Суть Потренируйтесь Так Как Христос Основал Церковь Он Выбрал Для себя Избрал Выбирал Людей Апостолов Которые Будут Служить Люди И сказал Идите И проповедуйте По всему Миру Апостолы Взяли Себе Учеников И пошли Проповедовать Уже По два Ученика Это было Уже Там Там Мне все Записано В конспекте Вот Они пошли По всему Миру И Когда Они Приходили К людям То Конечно Они Говорили Прежде всего Свидетельствовали О Господе О том Что Он Пришел На землю Что Он Спас Спас Что Омыл Нас Святой Своей кровью Что мы Люди Омытые Кровью Святой Имеем Право На Жизнь Вечную Если мы Верой Признаем Спасителем Нашим Господа Иисуса Христа Что Церковь Была Основана Пять Именно Пять Церквей Которые Считаются Апостольских Церквей Одна Из них Была Ну Как Вошла В Еретическое Суждение И В свое Время Откололась Это Рима Католическая Церковь Вы имеете Ввиду Простите Пять Церквей У которых Священство Рукоположение От Иисуса Христа Потому Как Господь Рукоположил Именно Рукоположение Именно Таинство Священства Оно играет Первое Очередное Первое Рукоположение Рукоположение Благодать Которая Сходит Через Священство Силой Власть Прощать Разрешать Разрешать Греки И так Далее 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 И когда Произошли Вот такие вот Иеретические Суждения Откололась Рима Католическая Церковь Впоследствии Еще от нее Отколол Мартин Ну сначала До Мартина Лютера Потом уже Мартин Лютер Они Тоже Внесли Как бы Свои Коррективы Свои Изменения Своё Суждение И произошло Снова Можно сказать Уже даже В 19 В 17 Веке Не помню Какой Век Откол А уже После него Еще Стали Откалываться Эти вот Как бы Несогласия И вновь И таким образом Дробятся И получается Уже В 20 Веке Столько Этих Церквей Которых Каждый Заявляет Что они Церкви На самом же деле Ведь Еще Мартин Лютер Сам Дал Определение Что Такое Секта Секта Это Отделение Это Несогласие Это Как бы Оторжение Того Догма Которая Существует И поскольку Сам Он даже Это Определение Дал И сам Откололся И сам Себя Можно сказать Рукоположил Сам На самом И получается Что он Эту благодать Священства И Потерял Он ее Не имел Не имел Да Не имел Хотя Он был Монахом Он же был Монахом Священника Он не был В свое В свое Время Он все равно Видите Ушел Даже с монашества Жениться Так сказать Это уже Отошел От этих Обетов Да Обетов Которые давал И Вот Пошли Эти Баптисты Потом Идесятники Харисматы И так далее И тому подобное Вот И Если только Посмотреть На этот Апостольский Как Иисус Христос Это Глава Глава А Ны Вот Ны Церковь Его Именно Церковь Апостольская Это Тело А они Это Тело Взяли Как бы Ну И Ушли С этого Тело Как разорвали Как Откололи Апостольская Апостольская Церковь Именно В Апостольской Положение Священства Таинства Таинства Исправи Крещения Причастия Это Все Литургия Это Все Вот Хранимо С первого Века И по сей День Конечно Для меня Это Я почему Раньше Думала Что Когда я Проходила Правозлавие И происходила Литургия Я думаю Ну что же Им будут Напускать Что И все Ну что же Они людям Полновым А Кстати Вот Расскажите Когда Действительно Непонятно Что происходит На Литургии Это Наше Невежество Это Наше Невежество Как Только Ты Будешь Человек Подлилого Ума Как Только Ты Действительно Человек Ну Другого Слада Я Не про Себя Говорю Я Пришла Например В Правозлавную Церковь И Увидела Людей Которые Знаете Тут Собой Как Были И На На самом То На самом Деле Нужно Было Появить Любавость И Опытливость Знание Дать Это Невежество Изучить Этот Вопрос И Остаться И так Дальше Сейчас которые в их начальное оборудование закрывают. Ну, сейчас, видите, веб-технология очень много помогает в интернете прозреть и понять священники. Идет передача «Спас». Вот моя сестра, двоюродная, я с ней еще не общалась, а кто-то по телефону. Тоже видео я ей про Игнатий Дегриджевский давала. Она, я три, об этом говорила родной. Она, например, смотрела передачу «Спас». Это побудительно.